Бригады ТСК, Мосэнерго и коммунальщики работают в круглосуточном режиме. Главная задача – обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды в квартирах химчан. Координируют работу служб штаб, который создан по поручению главы Дмитрия Волошина. На одном из заседаний рассмотрели вопрос подачи ресурсов на молодежной улице. 24 числа состоялась встреча в администрации с Юрковым, которому было все доложено, объяснено. И большое спасибо за то, что услышали нас. И на следующий день, то бишь сегодня, приехала выездная проверка для понимания, что происходит с нашими домами. Во время тщательной проверки специалисты выявили, что на одном из участков магистрали происходит теплопотеря. Специалисты тут же приступили к работам. Поменяли задвижки. Также у нас управляющая компания прочистили фильтры. Вот, сейчас будут перепускаться дома, будет перезапуск домов. После чего обязательно у нас произведут работы по спуску воздуха. И далее мы уже пойдем по квартирам. Сейчас работы уже завершены и показатели достигли нормы. А это значит, что у Сергея Коваленко и других жителей этого дома проблем с подачей воды не будет. Холодная вода, ну понятно. Да, но сильнее, чем было, да, однозначно. То есть прогресс уже как бы есть, да? Ну да, видимо есть. Но это время. Время еще у нас час. Обычно полтора-два часа на запуск системы. Специалисты взяли ситуацию на контроль. Стоит отметить, что принять участие в заседании штаба могут председатели советов домов. Для этого следует обратиться в территориальное управление своих микрорайонов. Андрей Панченко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.